Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом. С вами Дарья Юринская. Вначале коротко о главных темах дня. Споры о ценах на ГСМ сегодня в часе снова обсуждали баснословно дорогое топливо. Откровения, пожелания и мольбы, с какими проблемами забайкальцы обратились бы к Александру Осипову, если бы имели возможность встретиться. Без моста вбродь через реку. В Старой Куке два года не могут построить мост и не обещают в самое ближайшее время. И начнем с самой актуальной и обсуждаемой темы. Сегодня в Чите в очередной раз обсудили высокие цены на бензин и дизельное топливо. Вопрос цены на горючо-смазочные материалы является важным. Поскольку влияет на издержки производства, они все, эти цены будут влиять на увеличение цен на товары, на услуги. Также можно сказать, что дополнительно будут из бюджета вынуждены будем платить за образование, здравоохранение. Непонятные простому населению изменения стоимости бензина и дизельного топлива будоражат и возмущают многих. Нестабильные цены на заправочных станциях разных компаний – дело понятное, конкуренция. Она была, есть и будет. Но огромный разброс в стоимости кажется необъяснимым. В связи с этим сегодня прошло заседание депутатов законодательного собрания, относящихся к этой проблеме ведомств и представителей независимых АЗС. Изменение цен на АЗС в первую очередь связано со скачками отовых цен на топливо на нефтепривозначных заводах. Порядка 85-90% в зависимости от вида топлива структурой розничной цены занимает оптовая закупочная цена. Рост оптовых цен вынуждает независимые АЗС также поднимать розничные цены. Так, например, по информации Управления ФАС России по Забайкальскому краю, оптовая цена от ускоряем филеаром ПАУНК, Роснефть, Сефтибаза в городе Чита, бензин автомобильного марки АИ-92 на конец октября 2018 года составляла 55 600 рублей за тонну. Это составляет 41,7 рублей за литр. Чтобы снять социальное напряжение и выровнять стоимость на топливо, правительством страны было принято решение о заморозке цен на розничную торговлю горючим. При этом оптовая цена продолжала расти. Компания Роснефть цены на своих автозаправочных станциях стабилизировала. Если сейчас сравнивать стоимость их бензина с топливом других заправок, то разница в 5-7 рублей. Для других представителей независимых АЗС это становится невыгодным. После такого резонанса было принято решение о заморозке цен и на оптовую продажу. Но розничная цена и сейчас стоит ниже закупок топлива оптом. Сегодня как раз социальная напряженность возникла на рынке как раз из-за разницы цен. То есть у независимых АЗС цены выше, у Роснефти цены ниже. У простого человека возникает вопрос почему. Экономика народ не интересует. Его интересует прямой факт. Сегодня существует разница. Вот именно эта разница у нас и есть социальная напряженность. Более 200 независимых автозаправочных станций работают сейчас в Забайкальском крае. На вопрос, почему цены на топливо растут, владельцы отвечают. Вынуждены повышать стоимость бензина, отталкиваясь от закупочной цены ГСМ. Представители этих АЗС выступили с просьбой разобраться в проблеме оптовой стоимости сырья и предоставить им человеческие рыночные условия. Когда смотрят на ФАЗ во всей этой картинке, почему-то все считают, что вот придет грозный ФАЗ, сейчас там мечом помашут и все станет здорово. ФАЗ не регулятор ценообразования как такового. Еще раз напоминаю, что Федеральная антимонопольная служба – это есть инструмент государства, инструмент правительства Российской Федерации. И у нас в этом инструменте только есть два направления, где мы имеем непосредственное прямое воздействие, которое дано нам от имени государства. Это злоупотребление доминирования, для этого нужно доминирование как такового. Вот к вопросу о монополизме, да, о монополизации. Доминирование начинается от 50 и выше процентов доли рынка. А второй – это сговор либо согласованное действие группы компаний, начиная от двух, заканчивая там десятками участников. На данный момент ни одного из направлений замечено не было. Тем более компания «Роснефть», которую Ассоциация независимых АЗС, упрекнула в подрыве рынка, не способна кардинальным образом повлиять на топливный рынок Забайкалья. Заявление председателя Ассоциации независимых АЗС Павла Сорокина является ложью в корыстных целях. Павел Сорокин не общественник, и у него есть свои интересы. Он хочет, чтобы нефтепродукты поступали на его нефтебазу «Машзавод Инвест», а также дополнительных льгот и объёмов, и, возможно, преимуществ для своей сети «Индекс». В Забайкале «Роснефть» имеет всего шесть заправок. Наша доля на оптовом рынке составляет 30%. Это вполне конкурентный рынок. Поэтому чисто физически то, о чём говорит Сорокин, никак не может соответствовать действительности. Мы полностью выполняем все договорённости, которые имеем перед своими партнёрами. А поскольку цены у нас в силу известных обстоятельств сейчас снижены, то спрос на наше сырьё очень высок. По итогам заседания депутаты комитета решили подготовить обращение к президенту с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся на топливном рынке Забайкальского края. Ожидается, что в окончательной редакции текст обращения будет рассмотрен 21 ноября на пленарном заседании Краевого парламента. Виктор Соловьёв, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, необходимо ускорить процедуру выдачи жилищных сертификатов тем забайкальцам, которые пострадали от наводнения в июле. Поступившие в край государственные жилищные сертификаты будут вручены 118 семьям. 331 человек будет обеспечен жильём. Александр Осипов добавил, заявления от граждан на обследование домов после паводка продолжают поступать. В связи с этим работа властей всех уровней по выделению помощи будет продолжаться. По информации Краевого Минтерразвития, по состоянию на 6 ноября дополнительно признано непригодным для проживания ещё 82 жилых дома, 117 жилых помещений. Списки лишившихся жилого помещения пополнены на 123 семьи. Напомним, руководитель забайкальского края Александр Осипов поручил региональному министерству финансов выделить из резервного фонда правительства края 1 миллион 130 тысяч рублей на выплату пострадавшим от паводка. После того, как Александр Осипов заявил о том, что скоро встретятся с журналистами, в редакцию ЗАП-ТВ начали поступать вопросы и пожелания главе региона. Подробности у Гулия Алхасовой. «Изначально я хотел сразу встретиться со СМИ. Я предложил коллегам, чтобы они проработали в каком формате, каким образом это было бы сделать наиболее полезным и для СМИ, и для меня. Но вот эта немного работа запоздала, мы сейчас к ней приступим. Мы обязательно организуем эти встречи». Сотни сообщений, писем и звонков из столицы и самых отдалённых районов края, крики о помощи и добрые пожелания. Люди просят рассказать в Рио губернатора о проблемах, которые годами не решаются. «Дети каждый день ездят в студенты. Нам не выехать ни в больницу, ни в аптеку, ни на какие-то дополнительные занятия детям. Дети все учатся в городе, потому что здесь у нас до 9 классов. Нам либо у нас ребёнок пойдёт в преступность, либо он пойдёт учиться». Итак, пятёрку рейтинга замыкает проблема нехватки маршруток и общественного транспорта. Жители посёлка Застепь, КСК, ГРЭС приглашают Александра Осипова в увлекательное путешествие на местных маршрутках в 8 часов утра. Если, конечно, в Рио губернатор сможет влезть в забитый до нельзя людьми транспорт. То есть мы идём за 4 километра сюда, чтобы уехать как-то. И здесь это большой вопрос, что мы уедем. То есть здесь приходится садиться на такси, какие-то попутные машины. На четвёртом месте проблема переселения из ветхого и аварийного жилья. В 2017 году планы были грандиозные и заявления смелые. Итог по этим многоквартирным домам. 31 декабря последний гражданин должен быть сюда заселён. То есть программа переселения из аварийного жилья должна быть завершена у нас 31 декабря 2017 года. На носу 2019-й программа переселения завершилась, а некоторые семьи всё ещё живут в бараках. Рита Клементьева тоже ждёт Александра Осипова в гости, только предупреждает. Надо одеться потеплее, ведь в комнатах температура не выше, чем на улице. Суды, которые я проходила, все выиграны мною. Все признали нас аварийными и непригодными для проживания. Отправляют меня из кабинета в кабинет, а МИРТа никаких нет. Я на очереди стою с 1978 года. Но поставили меня в 1979 году. 40 лет практически стою на улучшение жилья. В тройке самых острых и проблемы сельского здравоохранения. Забайкальцы жалуются на недостаток врачей и фельдшеров в районах, постоянное сокращение отделений и отток медицинских кадров. Люди вынуждены обращаться за медицинскими услугами в платные клиники, так как в государственных больницах созданы такие условия, что выбора у людей просто не остаётся. Жители Сретенского района обращались и к депутатам различного уровня. В местной газете посвящены статьи данной проблеме. Наша семья вынуждена была обратиться на телевидение. На втором месте рейтинга вопросы, касающиеся отставки тех или иных чиновников. Особенно неравнодушны читинцы к главе города Анатолию Михалёву. Когда снимут Михалёва? За время его присутствия на посту город стал убогим. Народ бежит по возможности из города. Умные головы покидают регион, остаются те, кто боится перемен. Ну и, наконец, первое место. Дороги, дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Почётный педестал разделили сразу две проблемы – дороги и свалки, в которых утопает чуть ли не весь край. Мусор везде, в центре и на окраине Читы. И даже на смотровых площадках, куда иногда, может, иступает нога туриста. Забайкальцы также жалуются на высокие тарифы, на бензин, тепло и электроэнергию. Многих беспокоят постепенно редеющие леса, очереди в садики. А кто-то просто желает удачи в Рио на новом поприще. Оставляйте свои обращения и вы под нашими сюжетами. Гулял Хасова, ЗАПТ-ТВ. Для радости детей и удобства взрослых в посёлке Атамановка появилась новая детская площадка. О ней расскажут наши корреспонденты. В посёлке Атамановка отремонтировали парк по улице Матюгина. Со слов жителей, раньше здесь были лишь груды мусора. Теперь и лавочки, и тротуары. Даже непривычно признаются. Для детей обустроили площадку, установили турники для занятия спортом, оборудовали сцену. Ой, хороший парк. Вообще молодцы. Да? Да, мне нравится очень. И ребятишки сюда ходят. Вообще хорошо. Спасибо большое. Ну, в общем-то, нормальный парк. Пока. Что? Ну да. Если будут беречь. Да мы сегодня первый раз увидели его. Первый раз, честно говоря. Ну, конечно, лучше, чем было. А было-то вообще что тут? Да ничего и не было. То есть это был же... А не мусор. Конкретно. Старый был парк, да? Его отреставрировали? Ну да. Как таково, парка и не было. А вот сейчас смотрим, где детей есть, где гулять, и где посидеть можно отдохнуть. Ну, конечно, не зимой. Ты ещё пока не успел здесь поиграть, погулять? Да. Он тоже первый раз идёт. Планируешь? Да. Так он сейчас зовёт меня. Нравится? Пойдём будет. Угу. Три миллиона двести тысяч рублей – такова сумма, затраченная на реконструкцию парка. Благодаря федеральной программе по формированию комфортной городской среды у жителей Атамановки теперь появилась новая локация для прогулок. Нормально, красивый парк. С детьми есть где погулять наконец-то уже у нас, в конце концов, в Атамановке. Ну, вообще хорошо, красиво. Молодцы. Вложили деньги правильно. Правильное направление, куда надо. Жители Атамановки и не ожидали, что их посёлок попадёт в программу по благоустройству. Удача выпала случайно. В проект вошли 42 муниципальных образования, в том числе все административные центры. В Чите было принято решение привести в порядок парк в Атамановке в виде исключения. Такое решение было принято на международной комиссии на заседании в конце 2017 года, когда определялись муниципальные образования, которые будут участвовать в программе в 2018 году. Ну, до этого парк в Атамановке, там не было ничего, соответственно. И вот в рамках реализации проекта, да, формирования комфортной городской среды, в 2018 году там была обустроена сцена, уложена тротуарная плитка на пешеходные зоны, обустроены детская и спортивные площадки, произвело кочевание и также подсыпка ПГС. В планах администрации поселения дальнейшее благоустройство и озеленение парка, но уже в 2019 году. Анастасия Абрамец, Анастасия Шадрина, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ Это новости на Первом Независимом и мы продолжаем. Почти два года прошло с момента начала строительства в поселке Старая Кука Нового моста. Время идет, а переправы до сих пор нет. С чем связана остановка стройки и как долго еще сельчанам придется пробираться вброд через реку? Об этом знает Иван Тимофеев. Жители Старой Куки уже два года ждут постройки нового моста. Весной 2017-го строительная компания демонтировала старую конструкцию и началось возведение нового сооружения. Вбили несколько свай, даже установили пару перекрытий, но на этом бригада покинула объект. Вместо моста была сооружена временная переправа, которая регулярно уходит под воду. Летом приходилось передвигаться через реку, рискуя жизнью. Заброшенная неогороженная стройка стала местом опасных детских игр. По временному мосту школьный автобус в эту часть села не ходит. Родителям приходится самостоятельно увозить детишек к месту учебы, либо провожать за руку до автобуса. А это целых полтора километра. Хотя бы автобус тогда туда проезжал. У нас там тоже же дети живут. Считаю, вечером у меня дочь поздно возвращается со школы. Я хожу, ее вот тут встречаю, потому что может ребенок пробежать, например. Вот они бегают, они же дети. И вот эти штыри торчат. Страшно же, надо же что-то решать. Их огородить, хотя бы какой-то лентой или забор, надо что-то думать. А мы потом что, куда бежать, скажут, мамаша, ты виновата что своего ребенка не встречала? А у меня их 8, где я могу каждого встречать? Работу над объектом ввела региональная строительная компания МНО, генеральный директор Мария Егаян. Стоимость проекта 23 миллиона рублей, выделенные из Краевого и Муниципального дорожного фонда. В рамках исполнения муниципального контракта окончание строительства мостового сооружения должно быть закончено 1 августа 2017 года. Во-первых, это не было сделано. На первое число производство работ выполнено на процентов на 5-10. Кроме того, в результате строительного проведения строительного контроля был выявлен ряд нарушений. Самое основное это отклонение от проектной оси, не 570 миллиметров, что являлось отклонение от проектной документации. Ввода в эксплуатацию бы не получили, если бы закрыли на это глаза. Также были представлены документы к оплате с нарушением администрации муниципального района Читинский район. Проведена строительно-техническая экспертиза и есть экспертное заключение. Значит, мы в одностороннем порядке в лице администрации расторгли муниципальный контракт по причине радонарушений. Однако подрядчик с этим не согласился и подал исковое заявление. Судебные заседания откладываются, поэтому решение по строительству моста до сих пор не принято. Также подрядчику было выносено предписание об ограждении места строительства, дабы избежать травмирования детей, либо участников дорожного движения, а те конструкции, которые складированы рядом с местами. Реакции никакой. Евгений Труфанов заявил, из 23 миллионов не было потрачено ни копейки. За недострой подрядчику платить не станут. Точную дату возобновления строительства не называют. Проблема остается. И сколько времени жители будут ее заложниками – вопрос риторический. Иван Тимофеев, Евгений Погорелый, Анатолий Мешаков, ЗАПТВ. Публичные служения по проекту бюджета Забайкальского края на 2019 год, а также плановый период 2020 и 2021 годов прошли в очень напряженной обстановке. Желающих быть услышанными оказалось немало. Назовите мне, пожалуйста, фонд заработной платы, финансируемый из краевого бюджета, месячный фонд заработной платы. Сколько это денег? 3 миллиарда? 4? Сколько это в месяц? Чтобы мы понимали вообще, что наш бюджет из себя на самом деле представляет. Хочется понять, что это такое фонд заработной платы. Если он 4 миллиарда рублей, допустим, то это значит, что нам надо 48 миллиардов только на заработную плату. Это весь наш бюджет. Вот это я хочу и понять. Вы назовите нам цифру, пожалуйста. Это не секретная цифра. Задав достаточно простой, но конкретный вопрос, Мерзликин вновь не получил ответа от Министерства финансов. Дмитрию Семенову поспешили помочь коллеги. Однако ответ оказался неточным. Краевой бюджет 1 миллиард рублей. В среднем это фонд 11 миллиард. Ты понял? Нет, в месяц, в месяц. 1 миллиард. Как? 1 миллиард в месяц. Краевой фонд заработной платы. Не может быть такого, что вы говорите-то. Я просто, вы хотя бы до сессии подготовьте эти цифры, мы будем их задавать. Сегодня все неравнодушные к будущему края смогли задать свои вопросы. В том числе и известный строитель Вера Шаврова. Вопрос я задаю. Правительство Забайкальского края готово предоставить ОПГС субсидию в размере затрат, понесенных застройщикам, на удовлетворение потребности дольщиков в жилье. В случае отсутствия лимитов до конца 2016 года, средства по предоставлению субсидий будут предоставлены, предусмотрены в бюджете 2017 года. Вопрос. Мне когда-нибудь долг будет возвращен или нет? Спасибо за вопрос. Пожалуйста, ответь. Уважаемая Вера Алексеевна, уважаемые участники публичных слушаний, мы неоднократно к этой теме возвращались. Та задолженность, которая была подтверждена в установленном порядке, несмотря на наличие моратория на закон 1080 ЗК, была включена в бюджет и в порядке предусмотрена. Вы обманываете участников совещания. Уже скоро Законодательное собрание Забайкальского края рассмотрит проект бюджета в трех чтениях. Министерство финансов пообещало, что главный финансовый документ региона к этому времени будет доработан с учетом всех замечаний и предложений. Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Журналисты и ведущие за колючей проволокой в колонии номер 5 работает собственная студия новостей. Наш корреспондент узнала о том, чем заполнен такой необычный эфир. Попробовать себя в роли журналиста может каждый осужденный. Но, увы, в отличие от обычного телевидения, здесь желающих стать знаменитым немного. Николай Пешков – многостаночник. Он успешно справляется с возложенной на него ролью ведущего журналиста и режиссера монтажа. Всеми навыками овладел здесь, в колонии. Признается, что раньше даже с компьютером и знаком не был. Не сталкивался даже в жизни с ним. В 2000 году они еще и распространены, они были шикарны. Все началось уже после. Да, с нуля началось. Методом проб и ошибок научился более-менее. Николай Пешков снимает и монтирует сюжеты. Занимается 3D-графикой и создает анимационные фильмы. Я, в принципе, как человек-оркестр, сам снимаю, сам перерабатываю, сам окончательный продукт вывожу. Поэтому все и снять, и нарезать, и озвучить, и графики добавить, и сделать выпуск. Николай регулярно смотрит новости. Его интересуют проблемы страны и региона. Но делать выводы о нынешней ситуации в регионе затрудняется. Мне тяжело судить. Я сижу 19-й год уже. Я слабо представляю вообще, что происходит на свободе, если честно. Ну, по новостям, если судим. Ну, по новостям, не знаю. Но сейчас присоединили к Дальневосточному округу. Но что это конкретно значит, я, по крайней мере, не понимаю здесь. Чем это грозит, чем это лучше, хуже, я даже представления не имею. Ну, то есть пока не можете дать. Будем надеяться, что что-то изменится в лучшую сторону. Конечно, регион, конечно, убогий у нас. А по центральным каналам есть у вас какие-то, может быть, журналисты любимые, на которых хотелось бы равняться, которые можете привести в премию? На журналисты Владимир Соловьев нравится, который в воскресный вечер, или как программа называется, идет. Ну, да, наверное, он больше всех образованный, умный дяденька. Идея создания кабельного телевидения возникла не в нашем учреждении. Студии кабельного телевидения организованы во всех учреждениях края по указанию управления. Но в нашем учреждении к этому отнеслись, так скажем, с энтузиазмом и немножко расширили функционал студии. Это, в первую очередь, для нас очень удобный инструмент воспитательной работы, дополнительный ко всем тем, что уже имеются. Потому что осужденные получают больше информации, актуальной для них. И самый главный эффект от студии кабельного телевидения – это предупреждение. То есть, например, трансляции дисциплинарных комиссий в прямом эфире позволяют осужденному видеть, что бывает за совершение тех или иных нарушений. Мы продолжаем проект «Я помогу» и сегодня ваши смс могут помочь Лёше Харитонову, который страдает редким генетическим заболеванием. Его брату вы уже помогли. И сегодня мальчик чувствует себя гораздо лучше. Братья Лёша и Дима Харитоновы – близнецы с очень грустной историей. Похожие, как две капли воды, не только русыми волосами, но и одной на двоих болезнью. Синдром Вискотта-Олдрича с первых дней отравлял жизнь и малышей, и родителей. Из-за отсутствия иммунитета и плохой свертываемости крови мальчишки постоянно болели, а Дима даже перестал ходить. Шанс на спасение был только один. Диагноз у ребят одинаковый. Они братья-близнецы, поэтому у них одинаковое первичное иммунодефицитное состояние. Это оброжденное состояние. Синдром Вискотта-Олдрича встречается очень редко. То есть в нашем крае за 20 лет мы работаем. Это единственные пациенты, впервые выявленные. И метод лечения, в принципе, он один только. Это трансплантация костного мозга. Протекают они немножко по-разному у них. У Димы чуть-чуть потяжелее заболевание течет. У Алексея немножко более легкое течение. Но оба они нуждаются, безусловно, в трансплантации. После выхода сюжета забайкальцы помогли собрать нужную сумму. Диме уже сделали пересадку костного мозга в Москве. Сегодня он чувствует себя гораздо лучше. Сейчас уже, как видите, что у меня лучше. Улучшение. Прогнозы, конечно, ставятся. Где-то через два только года будет уже. Уже иммунитет начнет сам работать. И через пять лет уже точно все будет положительным. Хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу. Совсем недавно подходящий донор нашелся и для Леши. Но без поддержки земляков в семье Харитоновых снова никак не обойтись. Хотели обратиться за помощью для поездки всей семьи. Для обследования Леши и Димы. И в дальнейшем пересадку Леши. После трансплантации дети живут обычной жизнью. То есть они восстанавливаются, могут ходить в школу, вакцинируются. Ничем не отличаются от обычных детей. Чтобы помочь Леше, вы можете отправить смс на номер 3434 со словом «платеж могу», а также указать сумму перевода. Если Леша также хорошо перенесет пересадку, то совсем скоро братья смогут вернуться домой и даже пойти в школу. Дарья Юринская, Ирина Петрова. Специально для проекта «Я помогу». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Оставайтесь вместе с нами на Первом Независимом.